У меня появился такой специальный лист людей, с которыми я хотела бы познакомиться. Это не только отдельные какие-то яркие личности, но и люди с необычными профессиями, с которыми я вообще никогда не пересекалась. Это программа «Честное слово». Я Маруся Загорска. В гостях у меня сегодня настоящий фокусник Виктор Першаков. Я с детства, наверное, хотел стать каким-то артистом. Мне без разницы было, каким. Спать, да с какими я хочу. Там некоторые дни просто Грушина занята, на других проектах идут, простаивают. Можно же было пойти вести корпоративы. Ну, после института культуры. Все ведущие, я скоро пойду вести корпоративы. Попросили подарить деньги. Витя, Витя, ты сможешь рубить бабло на этом. Такой появил, подарил и подходит. Деньги пересчитай, пожалуйста. Я не ворую никогда. А пенсия? Наколдуешь, что ли, себе пенсию? Фокусы – это очень дорогое удовольствие. Распиарю свой инстаграм-канал и буду срубать деньги на рекламе. Понимаешь, что магия – это всего лишь набор умелок. Я просто научился видеть чудеса в обыкновенных вещах. Витя, здравствуйте. Здрасте. Чтобы было зрителям понятно, почему мы говорим на «ты». Все хорошо. Мы договорились. Мы на «ты». Витя, о чем ты не хочешь говорить и какой вопрос тебе не задавать? Первый вопрос – это про то, как я начал заниматься фокусами. Второй вопрос – это, скорее всего, сколько я зарабатываю. Неуместный. Да. И, в-третьих, скорее всего, про то, как родители относятся к моему хобби, ну, к моей работе. Вот так. Короче, ты обрубаешь все самые часто задаваемые, потому что интересные вопросы, да? Когда я даю какие-то интервью, всегда спрашивают только, по сути, одни и те же вопросы. Ну, вот у меня немножко как раз была другая концепция. Я хотела узнать, а кем нужно было родиться и кем нужно было учиться, чтобы потом раз и стать фокусником. У нас же нет института фокусов и волшебства. Изначально я учился в колледже в Казахстане. Я сам с Казахстана. Учился в колледже техническом. У меня была первая профессия – это техническая, а вторая уже более культурная. Как у нас в Барнули – институт культуры образования, социально-культурная деятельность. По-простому, я организатор праздников. Ну, я вот практически готова была поспорить, что у вас есть техническое какое-то образование. Сколько процентов в ваших фокусах технологической и сколько процентов – это волшебство? Наверное, 100% – это технология, какая-то определенная техника, которая позволяет добиться волшебного эффекта. Есть такое поверье, что пока ты не поработаешь рубанком или, не знаю, что-то не попилишь, то иллюзии, магии не произойдет. Витя, я все время перехожу с «ты» на «вы», с «вы» на «ты», но вернемся на «ты». Сколько занимает по времени подготовка вот к одному какому-то такому фокусу, который не стыдно и любопытно показать уже зрителям? От двух часов, допустим, до десяти дней. У меня есть такая особенность. Я могу день порепетировать фокус, я его заброшу, допустим, на дня два-три, и потом, допустим, на четвертый или на пятый день он у меня будет получаться идеально. Но в фокусах это не главное, просто техническая часть. Это придумать надо подачу, либо какие-то шутки, чтобы это было не просто, я показываю фокусы как робот, но и еще людям было интересно смотреть. Он может смотреться просто как какой-то трюк, а может смотреться как настоящая магия. Что касается фокусов, есть какая-то база фокусов, в которой вы, грубо говоря, берете какие-то там фишки и потом обрабатываете под себя, или вы прям с нуля садитесь и придумываете? Я не придумываю пока фокусы, я еще не научился изобретать. Это потому что очень кропотливый такой процесс, и нужно к нему прийти. Есть одна техника, а эффектов можно придумать с ней очень множество. Так это получается, что любой человек может взять и вот так вот посмотреть, в чем заключается тот или иной фокус? Да, есть какие-то определенные сайты, определенные форумы, на которых нужно подтверждение, что ты фокусник. Я даже, наверное, состою на одном или на двух таких сайтах или магазинах, в которых допускают только фокусников. А технику можно найти хоть где. Главное, знать правильное название. Если ты знаешь правильное название, ты можешь даже, мне кажется, на ютубе вбить и найти, и тебя обучат этому. Но не факт, что она у тебя получится. А для того, чтобы получилось, что нужно? Не знаю, может, определенных навыков, определенного развития рук, не знаю, воображения. Просто почему такой выбор? Можно же было пойти вести корпоративы, ну, после института культуры. Все ведущие, я скоро пойду вести корпоративы. Можно было бы начать петь каверы вот здесь, в баре, на крыше. Там некоторые дни просто грушина занята на других проектах, и тут простаивает. Можно как бы... Вот. Почему такая ниша? Это было как-то специально продумано, что типа, Витя, Витя, ты сможешь рубить бабло на этом? Нет, ну, если разбираться, почему именно фокусы, да, я так скажу, я с детства, наверное, хотел стать каким-то артистом. Не без разницы было, каким. У меня была мечта спать до скольки я хочу, на работу ходить в костюмах, и, по сути, не работать ни на дяденьку, ни на тетеньку. Я, кстати, пробовал много, я даже пел когда-то в детстве. Мне говорили, у меня есть большое будущее, но если я сейчас запою, микрофон взорвется, да, от моего прекрасного голоса. Я в фокусах чувствую себя уверенно на сцене. Первое мое выступление, я не волновался. Да, был, конечно, мандраж небольшой, но когда я выходил на сцену, я понимал, что я вот сейчас это покажу, у людей взорвется голова, как я это сделал. Все, я могу со спокойной душой уйти. Вот, наверное, поэтому фокусы. Потому что я чувствую себя, как рыба в воде. Когда я сюда переехал, мне было 19 лет, а на тот момент я еще был таким мальчишкой, который бегал всем. Хочешь фокус покажу? Хочешь фокус покажу? И это было на каждом углу, я не стеснялся подходить к людям на улице. Ну, много говорят о том, что там проблемы для русских, там где-то есть в бывших советских республиках, и многие уезжают, что там нет работы, нету. Там какого-то, там иногда понимания или сложно устроиться на работу. А фокусникам так вообще скажут? Это политика. Ох, это политика. Нет, на самом деле в Казахстане есть работа, ну, смотря в каких регионах. Вот, и казахские свадьбы, я скажу так, во много раз круче, чем русские. У нас любят праздники, у нас любят хлеба и зрелища, а там ко всему к этому добавляется еще выпендрежь. Там нужно показать каждой семье, что я могу вот это и еще больше. Это вот так вот работает. Это вот сейчас я перебью, как говорится, Казах Беспонтовый, Беспонтовый Казах. То есть, так это надо было там оставаться. Я просто представляю, там какое поле могло быть для творчества. Все любят по-простому, а там все такое, все в страц, все красивое, все такие головные уборы, да, как Филипп Киркоров на концерте. Ты со своей девушкой, да, теперь работаешь? Не то, что я работаю со своей девушкой, она мне помогает. Это разные вещи. Но она не твоя ассистентка, а ты ничего не отпиливаешь, вот этого ничего нет. Нет, она мне помогает, потому что я еще в плане больших иллюзионов, она мне вот именно помогает большую часть больших иллюзионов. Либо когда много заказов, чтобы все у меня было готово, и чтобы я быстро собирался, вот она мне вот в этом помогает очень сильно. Я ей благодарен. Она правда жалуется на меня, что я ей не плачу деньги. Алена, я тебя буду платить, прости. Я вот на ее месте буду не стоять. У нас просто семейный бюджет, скорее всего, из-за этого как бы у нас все деньги общие, кто хочет, кто-то берет их. Вот так и начинается домашний ветеран, у нас все общее, но ты не зарабатываешь. Почему? Нет, она, почему? Я наоборот за то, чтобы она развивалась. Она тоже в свадебной индустрии, она тоже делает шаги к своему развитию, чтобы... Причем у нее хорошо получается, и, скорее всего, рано или поздно я буду сидеть дома, показывать фокус сам себе, а она будет работать. Зачем нужен помощник? Чтобы это, наверное, более эстетично, приятно выглядело. Потому что меньше реквизита используется. Не всегда уместно и не всегда красиво, когда посередине банкета приходится убирать голубя в клетку, в переноску. Ну, потому что если я просто куда-то посажу у голубя, он может, простите, сделать свои грязные дела, либо начать летать. И это иногда некрасиво выглядит. Какой самый странный, необычный или какой-то там запоминающийся заказ? Если мне кто-то что-то просит показать, я пытаюсь объяснить, что, типа, вам, если вы это хотите, вам это будет стоить денег. В мире фокуса все покупается. Я могу появить хоть человека, но это будет стоить совершенно других денег, потому что это требуется определенный реквизит для появления человека. Это репетиции, это мое время, которое я буду тратить на репетиции с этим человеком, который захочет, допустим, появиться на своем празднике. Просто все убирается, скорее всего, в финансовую сторону, а невозможного ничего нет. Какой вообще средний бюджет создания фокуса? Вот самые последние, большие вот иллюзионы, если брать финансовую сторону, я сразу скажу ответственно на камеру, что фокусы – это очень дорогое удовольствие. Все думают, и относительно, я, кстати, беру мало за свое выступление, вот, если так брать расходный материал и выступление. Потому что действительно фокус – это один из самых дорогих жанров. Я свою зарплату, большую часть денег трачу на реквизит, если так вот разобраться. Потому что реквизит может стоить от 1000 рублей до хоть до 100 тысяч и выше. Вот, допустим, я пример объясню. Вот я думаю по поводу номера с трансформацией костюма. Я вчера написал девушке, которая занимается пошивом этих костюмов. Один костюм – 30 тысяч рублей, а их нужно хотя бы 8. Родители наверняка переживают. Витя, Витя, а как же твое будущее? А пенсия? Вот, вот. Ну, какой вопрос. Наколдуешь, что ли, себе пенсию? Так я, на самом деле, наверное, сейчас пока не сталкиваюсь с этим, как пенсия, как что. В любом случае, какая-то минимальная пенсия она будет, а остальное все зависит от меня и от того, как я буду дальше двигаться. Но у тебя есть какой-то бизнес-план? В любом случае, я думал по поводу магазина своего именно с фокусами. Я знаю, где добывать, где это брать поставщиков, которые могут привезти этот реквизит. И в любом случае, есть планы на будущее и как откладывать себе пенсию. Вот, самостоятельно. Не куда-то платить, а самостоятельно. Есть, конечно, есть путь, по которому я иду, и надеюсь, он мне приведет в правильное русло. Потому что я нахожусь только в начале своего пути и, скорее всего, рано или поздно я светанусь на каком-то проекте. Вот, либо я перестану быть лентяем и распиарю свой инстаграм-канал и буду срубать деньги на реквизит. А что тебе мешает себя продвигать? У тебя есть какой-то синдром самозванца или ты считаешь, что ты недостаточно хорош еще, чтобы тебя все увидели? Я, наверное, комплексую по каким-то поводам. У меня, скорее всего, есть комплексы. И я пытаюсь с этим бороться. Я не умею, ну, как объяснить, я боюсь, наверное, что меня люди не так воспримут так, как надо. Подумают, что я какой-то дурачок или еще что-то. Но я этого очень сильно боюсь. А ты какой образ хочешь создать? Не знаю. Такого, какого, какой и есть. Добрый парень, который может помочь в трудную минуту подсказать. Ну, я не хочу строить из себя какого-то, не знаю, какого-то другого человека. Ну, то есть ты не хочешь создать какой-то образ? Вот, видите, фокусник это один. Я могу создать образ того, что хоть какой, по сути, хоть какой образ и, не знаю, хоть, не знаю, человека с удивительными способностями, которые гнет ложки и вилки, как делают это многие фокусники, которые просто владеют какими-то определенными техниками. Вот. Создают себе образ менталистов, невероятно каких-то экстрасенсов. Я не хочу таким быть. Я хочу просто быть хорошим парнем, который показывает фокусы, который всех удивляет. И не только удивляет, но и веселит. Веселить людей очень сложно. Сейчас вообще очень поменялись ориентиры, что такое смешно, что такое не смешно. Ты пытаешься смешить, а не получается. Что делать? Было такое у тебя? Вот ты пришел, а публики вообще не заходят. Нет, ну почему? Прям вообще, вообще заходить такого не было. Как бы, в любом случае, одна шутка зайдет. Какая-то зайдет, потому что в моем номере они простроены так, что, типа, ну нужно же как-то, ну как-то, вот, вот, моя задача подарить хоть какую-то эмоцию, удивление, радость, не знаю. Но я просто в основном пытаюсь давить на доброту. В плане того, что я добрый такой парень, который сейчас вас немножко повеселит, немножко вас раскачает, и давайте, типа, повеселимся. И были такие случаи, когда, скорее всего, не заходили шутки, но это были в самом начале своей карьеры. Ты как-то, там, не знаю, менял номер или что это? Или ты просто приходил дома и плакал в подушку, что, блин, сегодня так плохо? Я психовал, но все зависит от менталитета, скорее всего, людей, где и как ты выступаешь. Вот, допустим, после каких-то определенных неудач в плане шуток, да, в самом начале, я просто понимал, где можно как шутить. Вот с какой аудиторией можно вот так шутить, с какой аудиторией можно вот так вот шутить, а с какой вообще лучше не шутить. И я понимаю, скорее всего, это на самых ранних выходах. Вот я только вышел, вот первая шутка не зашла, и я уже понимаю... С этими лучше не шутить. Неси голубей. Да, да, да. Просто есть еще люди, которые, вот, допустим, ведущие, они такие заходят и говорят, блин, ну они все, ну они жесткие, вообще аккуратно шути. И вот здесь я просто захожу и понимаю автоматически, ну, блин, если меня попросили, типа, аккуратнее, ну, я лучше не буду шутить, и все. А, то есть еще ведущий может направить, типа, о, публика-то... Не то, что направить, иногда, иногда, как объяснить? Не прямо он сказал, вот ты выходишь, и все, ты не шути. Он говорит, типа, будь аккуратней, это вот такая-то публика, он может подсказать, как лучше, потому что он с ними дольше находится. А иногда можно... Выйдешь, он тебе сказал, вот с ними не шути, а ты выходишь, и все шутки заходят. Может, потому что они этого ждали. Я очень долго сидела и думала, и я не смогла назвать ни одного иллюзиониста, волшебника или фокусника в России, которого бы можно было назвать звездой. Есть рынок какой-то, вот есть возможность стать именно звездой и выйти на другой какой-то уровень, а не до пенсии бомбить дни рождения каких-нибудь бизнесменов средней руки? Ну, вообще есть. Есть у нас звезды, конечно, ну, те же самые братья Сафроновы. Они, как фокусники, они знамениты по всей России, если вот так вот разобраться, они знамениты. У нас очень много фокусников, у нас есть один очень крутой фокусник, я не знаю, слышали вы его или нет, но по-любому видели. Его зовут Алексей Листопад, это дяденька, который есть, наверное, в каждом инстаграме у каждого человека, который либо берет монетку, забивает ее в бутылку, либо берет пробку, забивает ее в бутылку. Такой большой дяденька. Его, наверное, выступление, скорее всего, от 60 тысяч евро начинается. Но это, я просто смотрел его интервью, и он называл такую цифру, но это самый дорогооплачиваемый артист в России. Вот, в России самый дорогой, и как он это сделал, я не знаю. Вот, это надо быть смелым человеком, чтобы задирать такие ценники. Ну, если человек такую цену ставит, наверное, он понимает, что он будет востребован. Ну, вот ты говоришь, что ты пойдешь через какой-то проект. Вот, не далее, чем несколько интервью, у нас были здесь люди, которые прошли через 1, 2, 3, 8. Сашка Волокитин был, он вообще на всех телепроектах, которые были в России. Тем не менее, он тут сидел и говорил, блин, ё-моё, я все еще тут в Барнауле. Ну, это все зависит от человека, на самом деле. Я тоже сторонник того, что можно жить в одном городе, ну, я просто утрирую, я сторонник того, что можно жить в одном городе и ездить по разным городам. И у нас фокусники, фокусники по всей России так и делают. Они не только в Москве работают. Они, допустим, засветились где-то на телепроекте, на каком-то, допустим, «Минута славы», на котором я облажался чуть-чуть. Но ничего. А можно это вырезать, да? В общем, просто нужно жить в Барнауле, я считаю так, и можно ездить по разным городам. А чтобы тебя узнали разные города, как ты работаешь, как ты себя ведешь, это поможет только телепроект какой-то, чтобы тебя увидели. И тогда твоя карьера начнет расти, 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 расти. А почему ты говоришь, что облажался, что не так пошло? Почему я облажался, это, скорее всего, от незнания. Я не в плане того, что облажался я, как сказать, что-то сделал не так. Я не знал, что туда вести, что им нужно было. Допустим, артисты показывают номера, их сразу нет, до свидания, нет, до свидания, нет, до свидания. Они не до конца свои номера еще делали. А я единственный артист, который выступал там, ну, при мне это было, я действительно там был, находился. И я единственный человек, которому сказали, досмотрели первый мой выход до конца и дали вторую попытку, и сказали, если ты сейчас попадешь в формат, мы тебя берем сразу на ТВ-проект. Типа, ты очень телевизионно смотришься, ты очень круто подходишь, твоя харизма, типа, ну, они меня похвалили, все сказали, типа, ты молодец. Но если ты сейчас попадешь в формат, сделаешь то, что нам нужно, ты проходишь. И вот здесь я потерпел фиаско. Я просто показал следующее, ну, не то я показал. Мне надо было показывать микромагию, а я показывал уже ментальную магию. И зачем я туда полез? Надо было сразу пойти, смотрите, у меня есть карты. Что это такое микромагия? Микромагия? Это фокусы. И карта полетела, да? Нет, фокусы это с мелкими предметами, карты, монетки, предметы, которые можно взять у зрителя, там, не знаю, много чего. Ментальная магия, это там чтение мыслей, заставить там двигаться предмет на расстоянии, либо погнуть ложку, вилку, вот. Но это не зашло, как бы это печально не было. Несчастные случаи, настройки были? Нет, будут. Было вообще что-нибудь там, я не знаю, какую-нибудь монетку спрятал и проглотил? Или нужно было спрятать кошелек именинника, а потом кошелек не нашелся? Да нет, такого не было. Но был один случай, конечно, меня попросили появить деньги, он меня так рассмешил, конечно, но люди не доверяют. Они попросили подарить деньги, я такой, появил, подарил, подходит, кто меня заказал, типа, чтобы это, пересчитать деньги. И он в микрофон это сказал, он так подошел, ты деньги пересчитай, пожалуйста. Это было смешно, это было смешно. То есть, на всякий случай... Да, он перестраховался и спросил. Нет, ну... Он ему еще подошел, сказал, ты пересчитай деньги, там должна быть такая-то сумма. Фокусы стоят денег, мы уже это поняли, и не маленьких, поэтому если там что-то... Не-не-не, я же этот, я зарабатываю все своим трудом, я не ворую, никогда. Многие иллюзионисты в начале 20 века, когда был расцвет, особенно в Америке, иллюзии и всего, они зарабатывали в том числе и консультируя там не очень порядочных людей и там какими-то такими штуками, другами. У тебя когда-нибудь было такое, чтобы к тебе кто-то приходил и говорил? Витя, научи-ка дверь открыть. Нет. Надо, надо. Нет, 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 такого не было, я просто по своим каким-то принципам я бы не помог. Это то же самое, если бы ко мне пришли какие-нибудь, не знаю, свидетели Иеговы и попросили научить, пожалуйста, гнуть вилку. Вот. Я просто знаю, были такие случаи. Слушай, а у тебя нету разочарования от того, что ты понимаешь, что магия это всего лишь набор умелок? На самом деле в моей профессии я, наверное, научился видеть волшебство в обычных вещах. Мы, наверное, забыли замечать, что такое чудо. Солнце встало, это уже чудо. Оно горит, это уже чудо. Не знаю, машина едет, это чудо, она же как-то едет. Да, это можно объяснить, но она же едет. Вот. Я просто научился видеть чудеса в обыкновенных вещах. Ну, я просто недавно подумала о том, что, наверное, самый грустный человек это Дедушка Мороз. Потому что у него нету человека, который подарит ему подарок. Чему есть? Ну, олень. Возможно, Дед Мороз самый счастливый. Нас не делает, вот, допустим, Дед Мороз, да, его, скорее всего, не делает счастливым подарки, а делает того, что он, точнее, не то, что ему дарят, то, что он дарит. И это делает человека счастливым. Меня тоже, с одной стороны, делает счастливым то, что я умею удивить человека. Я люблю дарить эмоции, я действительно люблю дарить эмоции людям. Удивление, смех, там, не знаю, вот эти психи, когда они не могут разгадать. Мне это нравится. Меня это мотивирует, и для меня это чудо. Ты же сказал, что ты помогаешь простым людям, вроде меня. Поэтому у нас есть для тебя три небольшие просьбы. Можешь попытаться исполнить? Можно попробовать. Ну вот, Витя, как любой взрослый, самостоятельный человек, наверняка же скрываешь от родителей свои дурные привычки. Вот научи других людей, которые тоже скрывают от родителей свои дурные привычки, как вот ты прятать, чтобы не нашел, никто не нашел. Ну как, прям секрет надо раскрыть? Нет, нет, просто приметать. Ну просто можно вот так взять зажигалку и заставить ее исчезнуть. А-а-а, ее нету. Нет, ее можно, конечно, появить, но самое прикольное, это не моя зажигалка, правильно? Можно сделать так, что она превратится уже в другую. Классно. Заначку спрятать. Особенно, если это женская заначка. Такая вот. Вот с ней что? Что-то можно сделать? Можно. Так. А, ничего нету. Вот эта заначка. Мы знали, что ты этот как-то... Сейчас, подожди, сейчас придет. Нет, до свидания, я все, пока. А-а-а, я тебе расскажу. Ну, это большой предмет, как бы. С ним сложновато будет, да? Да, здесь просто выкинуть можно и все. А, ну то есть ты типа такой... Да-да-да, ну практически. А, ну вообще у нас, конечно, самое главное, то, что мы у меня хотели спросить, как приличному человеку в сложной ситуации спрятать любовницу. Внесите любовницу, пожалуйста. У нас есть любовница. Вообще-то мы ее надули. Мы ее дули. Мы ее дули вдвоем. Простите, пожалуйста, а куда вы дули туда? А мы тебе потом покажем. У нее есть несколько мест, в которые нужно дуть. Куда спрятать любовницу? Вы любовница. Я даже не знаю. Я вот... Что бы ты здесь делал? Кто из нас, кто из нас резионист? Здесь вылезет пока. Вот так. Пожалуйста, заберите ее. Лена любезно согласилась, и она не ломалась долго. 15 минут потребовалось Лене, чтобы она согласилась, и еще 20 минут на то, чтобы мы нашли, как ее надуть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова